Я думаю, что многие из нас слышали свидетельства тех иных людей, которые оказались по каким-то причинам в особых критических обстоятельствах своей жизни. Люди, которые, прошедшие войну, всю войну, и остались живы. Люди, которые оказались в автомобильной катастрофе, ужасной катастрофе, и оказались живы. Люди, которые заслуженно оказались в камере смертников и остались живы. Срок был изменен, приговор был отложен. Люди, которые шли на операцию и понимали, что у них шансов нету, и остались живы. И люди задают вопрос, что это? Тогда, казалось бы, шансов никаких нету, и все обстоятельства свидетельствуют о том, что человеческая жизнь подошла к своему концу. Человек остался жив. Люди говорят по-разному, пытаются ответить на этот вопрос. Это судьба? Это рок? Это случайность? Это везение? Но люди, верующие, знающие Бога, читающие Библию, смотрят немного по-другому на эту ситуацию. Мы можем сказать, что чьи-то невидимые, но добрые руки остановили, может быть, снаряд, осколок, или управляли руками врачей, которые делали операцию. Направили, может быть, автомобиль, который летел страшной скоростью. И многие-многие обстоятельства, в которых люди оказывались, мы знали, что есть Тот, Который ходатайствует сегодня на небе за каждую душу человека. И говорит вот этими словами тема сегодняшней нашей праздника, нашего служения. «Остав еще». На год, на пять, может быть, на больше. Желание моего сердца вместе с вами сегодня обратиться к одной из притч Господа Иисуса Христа. У кого есть Библия, давайте мы откроем Евангелие от Луки, 13 главу, и прочитаем 6 стиха. Евангелие от Луки, 13 глава, будем читать 6 стиха. «И сказал эту притчу, некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Притча, которую мы прочитали с вами, является одной из самых известных для людей, читающих Библию, и для неподготовленного человека, читателя, не совсем понятную, о чем говорил Иисус Христос. Помните, в прошлом воскресенье мы говорили о том, что Иисус Христос использовал притчи для того, чтобы учить людей. И в притче учил Он их. Учил жить. Учил правильно относиться к времени, который дает Бог. Учил правильно относиться к обстоятельствам, к возможностям, которые Господь дает. Притча состоит из четырех коротких стихов. Братья и сестры, но этой притче предшествует разговор Иисуса Христа с группой людей, которые пришли к Нему. Когда мы смотрим с самого начала, это Евангелие с первого стиха, состоялся разговор. Люди приходят к Иисусу Христу с одной печальной вестью. Они рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иосиф Лавий описывает это событие в книге «Иудейские древности». Он описывает это событие о том, что Пилат, Понтий Пилат, очень жестоко расправился с группой людей, которые восстали, взбунтовались. Там было определенные обстоятельства. И он очень жестоко подавил бунт. Он повелел уничтожить этих людей, которые приносили жертвоприношение в это время в Иерусалимском храбе. И люди приходят к Иисусу Христу. Но обратите внимание, Христос не комментирует эту ситуацию. Христос обращается к людям, и Он использует эту ситуацию. Эта история становится поводом, чтобы людей призвать к более чему-то важному, очень важному. Вдумайтесь и вслушайтесь этот ответ Иисуса Христа. Иисус сказал им в ответ на это, «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали?» Не дожидаясь ответа, Он отвечает, «Нет, они не были грешнее». «Нет, говорю вам, но если не покаетесь все так же, погибнете». Далее мы встречаем Иисус Христос, приводит сам еще один пример, который имел место, и люди об этом знали. И Он говорит, 4 стиха приводит один пример, «Или думаете вы, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме?» И снова отвечает, «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Братья и сестры, дорогие слушатели, о чем говорит Иисус Христос? Что Он хочет достучаться к Своим слушателям, которые пришли, может быть, получить ответ у Иисуса Христа? Что Он выразил какое-то сострадание или дал им ответ вразумительный? Речь идет, братья и сестры, не только о страдании людей. Бог весьма сострадательный, весьма милосердный. Речь идет о катастрофе лично каждого человека, живущего на этой земле, включая вас и меня. Речь идет о самом важном, братья и сестры. Речь идет о том, что беспокоит Господа сегодня. Это состояние вашей и моей бессмертной души. И поймите меня правильно, это не какое-то запугивание. Это реальность, которую придумал не я. Это сказал Бог. Согласитесь, достаточный повод для того, чтобы мы могли размышлять с вами в этот день, в это время, когда мы с благодарностью обращаемся к Господу за то, что Он продлил и этот год, и дал благословение. И от этого призыва, который Он обращается к людям, призыва к покаянию, Христос приходит к притче о бесплодной смоковнице. И вы знаете, на первый взгляд кажется, что нет никакой связи, ничего не связывает вот эти две трагедии, два события с этой бесплодной смоковницей. Но связь притчи с тем, что мы сегодня рассуждаем очень кратко, она очень действительно реальна, она очевидна. Потому что Иисус Христос говорит, что это свидетельство того, что Бог дал им время для покаяния. Именно долготерпение Божие является главной и центральной истиной этой притчей о бесплодной смоковнице. Именно милосердие Бога и Его долготерпение является главной мыслью этой притчи о бесплодной смоковнице. Давайте чуть ближе рассмотрим эту притчу. Прежде всего мы видим, что эта притча имела особые привилегии, особые условия, в которых она росла. Смоквы не росли в винограднике. Смоквы росли на улице вдоль дороги. Они занимали достаточно много места и было неразумно, неэффективно сажать ее в винограднике. Потому что иногда высота этого дерева достигала 11 метров и ширина листьев или ветвей до 6 метров. Абсолютно непродуктивно. Один бы садовник, виноградарь не посадил в своем винограднике это дерево. Но это пользовалось особой привилегией и уходом. И согласитесь, у Господина были все основания для того, чтобы ожидать от нее плод. Правда? Мы празднуем сегодня праздник жатвы. Мы видим плоды. Я думаю, те, кто занимаются, может быть, дома, что-то садили весной, приходя на свой огород, заботясь за все это время, поливая, удобряя, не разочаровались, потому что ожидают плода. Правда. Я думаю, что у Господина были все основания ожидать плода. Но притча нам показывает, что разочарован Господин. Он не находит ни одного плода, ни одной смоквы. И как владелец, он призывает этого виноградаря и говорит, что зачем она место занимает, сруби ее, потому что она мешает, она занимает это драгоценное место для моего виноградника. Он говорит так, сруби ее, на что она и землю занимает. Но, братья и сестры, обратите внимание, мы встречаемся здесь особой личностью. Мы встречаемся с этим, как Писание говорит, Христос говорит его виноградарю, тот, который заботился, ухаживал за этим садом, за этим виноградником. Согласитесь, что он хорошо разбирался во всех процессах, он хорошо видел и понимал, и он наблюдал за этим. И он должен был бы согласиться, он говорит, я третий год прихожу и не нахожу ее, никакого плода. Он должен, наверное, был согласиться с таким приговором. Но, обратите внимание, что он делает. Он вступается, он обращается к хозяину и говорит, смотрите, какие слова. Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее, обложу навозом. Не принесет ли плода, если же нет, то в следующий год срубишь ее. Братья и сестры, кто этот виноградарь? Кто этот добрый садомник? Кто этот ходатай, который просит господина своего оставить еще на год? Давайте посмотрим, что Христос сказал этой притче своему народу, для которого он пришел. В Ветхом Завете, как известно, Израиль называется виноградником Господа, или еще называют смоковницей. Это дерево символизирует мир и Божие благословения израильскому народу. Для нас, читающих Библию, мы очевидно видим, что хозяин виноградника – это Бог, который дает жизнь всему и который вправе ожидать плода от каждого человека. Виноградарь – это Сын Божий, который пришел на эту землю для израильского народа и для всего человечества. А смоковница – это народ израильский и все человечество. Мы видим в этой притче, братья и сестры, упоминаются некоторые цифры. Он говорит, три года прихожу искать плода. Братья и сестры, сколько Христос служил на этой земле? Три с половиной года. Он не сказал, три с половиной года я прихожу, не два года. Три года я прихожу искать. В момент, когда Христос говорил этой притче, исполнилось три года Его служения. Три года Христос трудится, проповедует. Что Он ожидает, братья и сестры, от Своего народа? Пришел к Своим. Я послан, помните, я послан к погибшим овцам дома Израилева. К стержень Ветхого Завета. Это была подготовка людей к принятию Мессии. Христос ожидает плода от израильского народа. Покаяние пред Богом и веру в Иисуса Мессию. Вот плод, который они должны были принести. А его нету. И поэтому Отец говорит, сруби ее. И вот теперь мы видим сердце этого виноградаря. Вот его сердце, братья и сестры, который небезразлично обращается, говорит, оставь. Я буду еще трудиться над оконемелыми сердцами людей, проповедовать. Я блажу навозом, окопаю, я сделаю все возможное. Обратите внимание, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Оставь еще на год. Братья и сестры, год отпущенной смоковницы – это весь промежуток времени между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Это весь промежуток времени, в котором находимся и сегодня с вами. И это год юбилейный, это время благодати, это время спасения. И в это время Бог трудится над сердцами людей для того, чтобы люди принесли плод. Вот об этом Бог хотел сказать своему народу, которым был послан. Вторая мысль. Что же Христос хотел сказать смоковницей нам с вами, живущим в это время? В этой притче я вижу три истинные спасения. В этой притче я вижу три истинные спасения. Первая – это проблема человечества. Вторая проблема, вторая истина – необходимость покаяния. И третья, короткая истина – долготерпение Божие. Проблема человечества, братья и сестры, как мы видим вот в этой притче, она связана с теми двумя событиями, трагедиями, в котором погибли люди. И когда гибнуты люди, братья и сестры, кому люди задают претензии чаще всего? Кому они обращаются? Давайте вспомним немножко хронологию даже последнего этого тысячелетия. Тысячелетие. Нью-Йорк, 11 сентября 2001 год. Говорит вам о чем-то? 1 сентября 2004 года. Город Беслан. Говорит вам о чем-то? В Шри-Ланке 2008 год. Страшный цунами. Говорит вам о чем-то? Люди задают вопрос. Господи, где был ты? Если Бог есть, почему Он не вступается? Почему Он не остановил? Погибли невинные дети. Десятки, тысячи людей погибли. Кажется, не совсем понятно, почему бы Христу не посочувствовать, сказать, может быть, что-то как-то сердечное, утешить их, объяснить, братья и сестры. Но Христос, который любит людей, который отдал свою жизнь, который милосердный, знает страдания людей, Он понимает, что есть намного больше трагедия, и она заключена в человеческом сердце, в нежелании людей прийти к Господу, покаяться, отдать свою жизнь и принять ее в свое сердце. Христос объясняет очень важную истину. Во-первых, Он дает понять, что грех и страдания отдельных людей не обязательно взаимосвязаны между собой. Грех и страдания или смерть людей не обязательно взаимосвязаны. Люди говорят, заболел кто-то, Бог наказал. Погибли или какое-то страдание, говорит, наверное, они были виновны, грешны люди, Бог наказал. Люди так трактуют, люди такое богословие умеют, Христос, помните, отвечал, думаете ли эти люди грешнее? Нет, не были они грешнее. Мы не сможем до конца понять, братья и сестры, я предполагаю, позволю предположить, почему. Давид говорит, ибо в Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. я верю, я верю, что Бог допускает жизни каждого человека определенный период времени. И это ответственность каждого из нас, братья и сестры, в это время человек должен прийти Господу, примириться, принять Его как Спасителя. Стрелки часов неумолимо идут, мы не можем остановить время. Оставь еще на год. Виноградарь не сказал, Господи, не срубай ее никогда. Оставь, дай еще обстоятельства времени. Христос в этой притче хочет показать нам очень важное, друзья мои. Хотел, чтобы мы услышали сегодня. Мы живем в духовном мире. И есть Тот, Который не хочет, чтобы люди пришли Господу, обратились, отдали свою жизнь, покаялись. Дьявол сегодня говорит людям, не так все плохо. Не так все плохо в твоей жизни обстоит. Ты ходишь в церковь два раза в год, на Пасху, на Рождество. Ты не убил, не украл, ты ничего преступления не сделал, ты чист перед законом, ничего страшного, все хорошо. Вот эту маску лжи, опасности Христос хочет сорвать. Он не вступает в диалог с людьми, не пытается объяснять, он говорит нет, обращает нас, самое главное, если не покаетесь, все так же погибнете. про сестры, я уверен, что и сейчас кто-то сидит и думает, говорит, зачем на праздник жатвы проповедовать, как-то немножко, как-то неловко чувствуем себя, правда, как-то хочется, может быть, оправдать Иисуса Христа, ну что же за такая категоричность, что за радикальное христианство, вы говорите. Друзья мои, это очень важно, придет время, где каждый человек, каждый из нас предстанет пред Господом и Бог спросит, у тебя было время, ты был в церкви, у тебя были друзья, у тебя была Библия, ты посещал, ты слышал, ты знал, почему ты не воспользовался этой возможностью. Вы знаете, много лет тому назад, мне было лет, может быть, 20, я заболел и находился в госпитале где-то, наверное, полмесяца. Это была большая палата, где находилось, может, человек 12, знаете, это была советская больница, где человек 12-15 было мужчин, и целыми днями было время, знаете, чем коротать люди, находящиеся просто в больнице. И мне было так тяжело находиться там, слышать все эти негативы, доты, все эти ругань, все эти пошлые разговоры. Я молился, Господи, дай мне возможности засвидетельствовать этим людям. И я попросил моих родных, они принесли мне магнитофон, принесли проповеди, принесли очень хорошее свидетельство, и мы вечерами, я предложил, давайте будем слушать проповеди. И вы знаете, обстановка начала меняться, люди начали слышать, люди начали задавать вопросы. И помню, уже поздно вечером, когда мы ложились, я включил одно сильное свидетельство одного человека, жизнь которого Бог изменил. Была полная тишина, и когда он закончил это свидетельство, никто слова не ответил. Потом утром проснулись, один человек подошел и сказал, «Зачем ты поставил это свидетельство, твою проповедь? Я всю ночь не спал, чей-то голос говорил к моему сердцу, передо мной проходила моя жизнь, мои грехи, мои дела. Почему ты это поставил?» Я говорю, «Потому что Бог любит тебя, потому что дает Бог время». И может быть, сегодня Бог говорит для кого-то каждого из нас, «Остав, остав еще на год или остав на полгода». Это очень важно. Это притча, это свидетельство Господа, в котором его сердце, для этого он пришел на эту землю, и он говорит о реальности, о сути, проблеме человеческого сердца. И он трудится сегодня, допускает страдания, горе. Мы видим изменяющийся мир. Где-то полыхают леса, где-то заливает вода, где-то разрушение, торнадо проходит, и сегодня люди тоже, может быть, возмущаются и говорят Богу. Почему? И сегодня только один ответ. Думаете ли вы, что эти люди были грешнее? Нет. Если не покаетесь, все так же погибнете. Дорогие слушатели, покаяние – это не ритуал, это не просто прийти к священнику и рассказать о своих грехах. Бог – это серьезная, глубокая перемена сверхъестественным образом, когда Бог вмешивается в вашу жизнь, меняет ваше вышление, меняет ваше сердце, меняет ваш характер, меняет ваш образ жизни. Друзья, покаяние – это великое чудо в духовном мире. Послушайте, как говорит апостол Павел, посланник Ефесиным, 2 глава, 5 стих. И нас, мертвых, по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены. Задаете вопрос, кого? Мертвых? Я не мертвый, я живой, я образованный, я культурный, у меня все хорошо. Друзья, согласитесь, у нас не всегда хватает мужества сказать, может быть, нашим близким, ты мертвый духовно. Сегодня не во всех церквях звучит истина о покаянии. Сегодня не во всех церквях звучит для того, чтобы не оскорбить слушателей, призыв к покаянию и слова Иисуса Христа, святого и праведного Бога, который будет судить вселенную. Если не погаетесь, так же погибнете. Не всем сегодня нравится, говорит пастора, будьте осторожны. Мы живем в демократическом обществе, надо уважать мнение людей. Друзья, я хочу, чтобы сегодня звучала эта истина для вашего сердца. Может быть, сегодня это день для вас, дорогая молодежь, дети верующих родителей, которые посещают дом молитвы многие годы. У меня все хорошо. Бог знает твою жизнь. Сколько на божьих стрелках часов осталось времени. Только можно быть спасенным, признав свою мертвость. тогда Христос оживотворяет, возрождает дух. Человек открывается зрение духовное. Он знает Господа. Он любит Бога. Его имя вписывается в книги жизни. И последняя короткая мысль долготерпения Божия. Неужели Бог дает только один год для израильского народа? Я уже сказал, год это период от первого пришествия Иисуса Христа до второго. Это время благодати для вас и для меня. В прошлое воскресенье мы с вами молились за нашу сестру Веру Гету, которую врачи отмерили две недели. А у Бога другое время. в пятницу в пять часов утра Господь забрал ее от этой земли. Врачи дают две недели, три месяца. У Бога есть свое время. Хочу обратиться к верующим людям. Господь ожидает и от нас с вами плода, братья и сестры. Не думайте, что только наше покаяние, которое мы совершили пред Господом, является достаточным. Господь ожидает плода нашего служения, измененной жизни, нашего характера, нашего преображения в образ Христа, наши добрые дела. И поверьте, это очень важно. Садовник также смотрит, он видит плоды. Хочу обратиться к тем, которые еще не приняли Иисуса Христа в свое сердце, вы это знаете. Пусть эта тема, остав еще на год, слова доброго виноградаря будут очень близко к вашему сердцу. Примите Господа в свое сердце, потому что покаяние это единственная возможность и путь к избавлению от вечной погибели. Итак, короткие три мысли, которые мы рассуждали. Проблема человека это нежелание прийти Господу, это его мертвость, это его неверие, отвержение Бога. Вторая необходимость покаяния каждого человека, потому что если не покаетесь, погибнете. И третье долготерпение Божие. Время на Божьих часах заканчивается. Событие, которое говорят в мире, говорит о том, что скоро время закончится и Господь придет собирать свою жатву. Пусть Господь нас благословит быть мудрыми в этом мире. А сейчас я призываю к молитве, у кого есть желание обратиться к Господу, помолиться, поблагодарить Господа, пусть сегодня это будет день. Хочу сказать, что в нашей церкви мы проповедуем Евангелие благодати Божией. Мы верим, что человек спасается исключительно по благодати, верою в Господа Иисуса Христа и сегодня вы тоже можете воспользоваться призывом нашего Господа. Да поможет в этом Господь. Аминь.